Мы продолжаем интервью в студии ТАСС в рамках четвертого международного рыбопромышленного форума. И у нас в студии Александр Владимирович Ефремов, управляющий группой компании Доброфлот. Александр Владимирович, приветствую вас. Спасибо огромное, что согласились ответить на наши вопросы. Спасибо, что пригласили. Конечно, хочется услышать ваши комментарии относительно ситуации с Китаем. Устранены ли основные нарушения на предприятиях Доброфлота, из-за которых были запрещены поставки продукции в Китай? Что можно сказать на этот период? К сожалению, я не могу прокомментировать, какие конкретно претензии китайская страна предъявляет к российским предприятиям и, в частности, к нашему предприятию. Тот документ, который нам был показан российским Россельхознадзором, это ведомство, которое отвечает за регулирование требований Китая по отношению к российским производителям рыбопродукции, он не содержит запрета. И те претензии, которые там сформулированы, они носят разнонаправленный характер. Поэтому сказать, что есть какая-то конкретная причина, которую можно устранить рыбохозяйственными предприятиями, я не могу. Наша компания одна из первых предпринимала активное участие не только в введении очень строгих противоэпидемиологических мер для своего коллектива, так и для регионов, в которых мы осуществляем свою хозяйственную деятельность, мы очень много сделали. Для примера могу привести нашу попытку организовать тестирование, массовое тестирование при помощи новой технологии, которую мы в лаборатории в Корее. Так называемые лампы ЦР-анализ, которые в состоянии очень в короткий срок выдавать очень точные результаты. Мы проводили эти исследования по всем своим предприятиям и достигли однозначных результатов. Наше предприятие практически избежало массового заражения коронавирусной эффекцией и, соответственно, не останавливалось. Наша продукция вся обрабатывается на поверхности и, соответственно, соблюдаем все санитарные нормы. Но, к сожалению, те требования, которые на следующий момент легли в основу ограничения, для нас до сих пор неизвестно. Ну и, как известно, по заявлению Всемирной организации здравоохранения, которое опубликовало отчет передачи коронавирусной инфекции человеку по упаковке замороженной продукции, невозможно. Такую же, насколько я знаю, позицию озвучивает и ФАО, организация, которая как раз на мировом и глобальном уровне отслеживает рыбохозяйственный комплекс и вообще запасы мировой рыбы. Ну да, и продовольственной безопасности вопрос, конечно, регулирует. Можно даже немножко расширить, можно просто уйти на примитивно-бытовой уровень и просто рассмотреть, откуда в удаленных частях северных морских лод, Дальнего Востока, откуда там может быть коронавирус, когда у нас уже более полугода действует обязательное требование по всеобщей вакцинации экипажей и сами судовладельцы активно этим занимаются. Рыба практически не касается берега, перегружается хоть и через транспортные рефрижераторы, но в любом случае переходы и доставка – это достаточно длительный период, за который практически та же продукция проходит, время карантина, которое исключает всякое заражение. Поэтому, на мой взгляд, вся эта история наносит не эпидемиологический характер, а какие-то формы, скорее всего, просто заблуждения со стороны китайских партнеров, которые требуют разъяснения. Скажите, пожалуйста, насколько вообще легко сегодня проследить сырье в готовой рыбопродукции? Насколько эта тема стоит актуальна для рыбной отрасли? Проблема действительно существует. Около полутора месяцев назад на сайте Россельхознадзора мы увидели информацию, которая свидетельствует о том, что на сегодняшний момент в рыбной консервации до 74% сырья неподтвержденного происхождения. То есть прослеживаемость сырья через программу «Меркурия», это ведомственная программа Россельхознадзора, которая как раз и призвана отвечать за контроль прослеживаемости, четко среагировала и подтвердила наличие у 74% продукции, отобранной по всей России, признаков подмены сырья более дорогого, которое заявлено на этикетке, на менее дорогое, которое действительно реально вложено. То есть это проблема не только безопасности продукции, это проблема экономическая. То есть ни для кого не секрет, что рыбная консервация является продукцией, ориентированной на социально незащищенные слои населения. Соответственно, эти слои населения, то есть в данном случае это пенсионеры, студенты покупают, переплачивая за продукцию, которая номинируется и сетями, и производителями как более дорогая, вместо того, чтобы покупать более дешевую продукцию, которая есть рядом на полке. Когда мы говорим о рыбопереработке, судовая или береговая, какая на сегодняшний день наиболее экономически выгодна, по какому пути двигается ваша группа компаний, какие здесь перспективы? Безусловно, судовая переработка предполагает выпуск более качественной продукции в силу того, что производство находится непосредственно в море и используется свежий сырой средств, который не подвергался термической обработке и хранению. Но есть нюансы и есть детали, которые в очень многом ставят под сомнение эту концепцию. Прежде всего, это связано с тем, что в море идет очень нерациональное использование самого сырья. То есть тот объем переработанного сырья, который потом превращается в готовый продукт, значительно выше, чем на береговых предприятиях, где входящий сырец учтен в том числе и при помощи ведомственной программы прослеживаемости сырья «Меркурий». Вторая проблема, которая есть у морской заморозки – это недоступность очень больших акваторий лова для того вида судов, которые могут поддерживать такой сложный производственный процесс, как, например, выпуск филе. Это достаточно крупные суда, у которых есть ограничения и по глубинам промысла, и по районам промысла. Если взять только Дальний Восток, по моим оценкам, более 40% акваторий и, соответственно, биоресурсов не могут быть глубоко переработаны в море. Они должны быть заморожены, то есть более простая переработка для сохранения сырья, доставленная на берег, и только там они превратятся в ту готовую продукцию, которую видит потребитель. Ну и самый главный аргумент, на мой взгляд, все-таки нужно понимать, что рыбопереработка предполагает несколько степеней передела. Так вот, то, о чем мы говорим по переработке в море, это только первая, начальная стадия передела. То продукцию, это блок 7,5 килограмм и фарш в таком же блоке, который выпускают в море, к сожалению, мы не видим ни на прилавках магазина, ни тем более на кухне у наших потребителей. Поэтому, строго говоря, когда мы говорим о сравнении береговой переработки и морской переработки, мы должны говорить о том, что конечная переработка, все равно она должна быть и может происходить только на берегу. Поэтому, по большому счету, вопроса нет. Должна существовать и береговая заморозка, как финальная стадия готового продукта, непосредственно для потребителя, и промежуточная стадия передела, это морская заморозка, переработка. Да, если возвращаться к вопросу про экспортные продажи и к вопросу об ограничениях со стороны некоторых государств, в том числе Китая, испытывает ли сейчас компания Доброфлот какие-то трудности в связи с ограничением экспорта? Куда перераспределены экспортные потоки, предназначенные для Китая? Удалось ли их уже перераспределить полностью? Для нашей компании это ограничение не являлось проблемой в силу того, что мы традиционно ориентированы на внутренний рынок. Более 90% нашей продукции поставляется именно на внутренний рынок, и те ограничения, которые были введены, они для нас существенного значения не имеют. Более того, в какой-то части они нам даже на пользу. Мы год назад запустили достаточно масштабный проект по береговой переработке в рамках инвестиционных квот, и на следующий момент как раз наше производство вышло на пик производственной мощности. Это тот продукт конечной переработки, о котором я говорил в предыдущем вопросе. Его целевая аудитория – это внутренний рынок, это европейские страны, которые в свое время покупали эту продукцию в Китае. Нужно понимать, что Китай все-таки потребляет не так много продукции конечной переработки, они все-таки являются фабрикой для нашего сырья, а конечным потребителем все-таки является европейский, американский рынок, латиноамериканский рынок. И как раз вот этот рынок нашей компании и предстоит завоевать, той продукцией, которую мы производим. Если говорить как раз о перспективах, о развитии, какова дальнейшая стратегия развития доброфлота на ближайшее время, можно ли назвать объем инвестиций на следующий год, в какие флагманские проекты и в какие направления будут направлены эти деньги? Этот год показал, что все более существенную роль в развитии рыбохозяйственного комплекса имеет логистика. В этом году в структуре себестоимости конечной продукции стоимость логистики увеличилась вдвое. Вот именно в этом направлении группа компаний доброфлоты планирует в ближайшее время развиваться. Вот я только что прилетел с Восточного экономического форума, там с банком ВТБ мы подписали очередное инвестиционное соглашение. В предыдущий раз этот банк нам помог профинансировать строительство берегового завода. В этот раз мы строим достаточно крупный логистический кластер, в котором планируется перевалка рыбопродукции и накопление ее под дальнейшую переработку на наших мощностях береговых. Также хочется еще услышать несколько цифр. Каков Ваш прогноз по объему продаж компаний в этом и в следующем году? И сколько может быть составит динамика по сравнению с предыдущим годом? Что касается нашей компании, основной товарооборот поддерживает в двух направлениях. Первое направление – это рыбная консервация, это традиционный наш продукт, которым мы занимаемся больше 70 лет. Вторая часть – это для нас достаточно новое направление, это производство филе. Мы планируем прирост порядка 20-25%. Что касается более глубокой переработки филе, в этом случае наш рост будет предполагать 500-600%. Но здесь больше играет эффект низкой базы, так как производство только раскручивалось. А сейчас мы вышли на максимальную производительность. Ну что же, спасибо огромное, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо, что пригласили. Я напомню, что на наши вопросы отвечал Александр Ефремов, управляющий группой компании «Доброфлот». Это была студия «ТАСС» на 4-м международном рыбопромышленном форуме.